На этой неделе главным источником новостей может оказаться «АвтоВАЗ». Оба завода «Лады» наконец-то работают. «Автогигант» вышел из трёхнедельного отпуска, который руководство дальновидно сдвинуло на весну, чтобы накопить запас особо дефицитных компонентов. Как пишет сообщество «Автоград Ньюз» в соцсети ВК, план пополнить склады реализован лишь частично. Деталей хватит, чтобы собрать примерно пять с половиной тысяч автомобилей. Притом среди них нет классической «Нивы», так как для неё не завезли датчиков АБС. Очевидно, что дальнейшая работа двух заводов в Тольятти и Ижевске будет оставаться неритмичной. Во всяком случае, даже грядущая пятница 29 апреля объявлена нерабочей для большей части вазовских подразделений. Кроме того, нынешняя «семидневка» должна разъяснить, останется ли группа «Рено» совладельцем «АвтоВАЗа». До этого французы брали паузу, но, как уверяет агентство «Блумберг», концерн сейчас ищет наиболее подходящие варианты по передаче или продаже своей доли. Для справки. На сегодняшний день акционерным обществом «АвтоВАЗ» единолично владеет фирма «Лада Автохолдинг», которая, в свою очередь, на одну треть принадлежит госкорпорации «Ростех», а оставшиеся 68% — это как раз доля группы «Рено». Как уверяет портал «Дром» со ссылкой на собственные источники, российский Минпромторг якобы предложил стать совладельцем автогиганта китайскому «Грейт Уоллу». Хотя другие информаторы уверяют, что продажа акций китайцам — самый маловероятный вариант развития событий. В свою очередь, телеграм-канал «Русский автомобиль» уверяет, что наиболее вероятный сценарий — это продажа доли «Рено» российскому юрлицу. Притом новый партнёр будет лишь управлять, но не владеть полученным активом. Такая схема позволит перенести факт отчуждения на неопределённое будущее. Если российско-украинский конфликт уладиться, французы смогут вернуться на прежних правах. Также ресурс отмечает, что глава автоваза Николя Мор ушёл в отпуск и покинул Россию. В ближайшее время экспата освободят от должности, назначив на этот пост россиянина. Наиболее вероятным кандидатом называется Сергей Гайсин, нынешний гендиректор на МИ. Будущее «Лады» теперь зависит от того, по какому пути пойдёт развод между нашей и французской страной. В долгосрочной перспективе автоваз станет более самодостаточным. Во всяком случае, анонсированный год назад полный переход на платформы и агрегаты Альянса теперь явно не состоится. С другой стороны, под вопросом грядущие новинки. Ведь преемницу Гранты и будущую Ниву успели заложить на платформе Альянса.